Чего люди не могут простить? Люди не могут простить то, что ты не похож на них. Люди не терпят другого, инаковости. Люди не терпят, когда кто-то отличается от них. Вот в этом стадный инстинкт. Ну вот зачем нужно было возбуждать уголовное дело в отношении меня? Ну что там эта статейка? Ну кто там ее читал? Да практически никто, да? Но ведь придумали это все и вознегодовали именно по этой причине. Не такой, как все. Должен быть, как все! Что это у нас тут, понимаешь, белая ворона объявилась? Нет. Должен быть, как мы. И ничем от нас не отличаться. Вот в этом, на самом деле, и корень всех зол и всех проблем. Люди не прощают, люди не прощают самостояние человека. Вот. И придумывают статьи уголовные, законодательно закрепляют это нетерпимое отношение к инакомыслию, и не только инакомыслию, но и к поведению сексуальному, например, да? Отличному от поведения там большинства. И так далее. На всех уровнях идет это стремление к унификации человека, к неразличению, к усреднению, к тому, чтобы сделать всех серой массой, стричь под одну гребенку и так далее, и тому подобное. Индивидуальность в России, увы, увы, она не ценится. Ценится она лишь в тех немногих случаях, когда ее проявляют власть имущие. Вот. К тем, кто у власти, можно быть не такими, как все, иметь то, что не имеют все, и вести себя так, как не ведут себя все остальные. И дальше эти люди подминают под себя вот это вот общество консервативное и тупое довольно-таки, и манипулируют им. Вот. Общество на этих людей влияние оказать не может. Единственная возможность действительно быть собой, это иметь определенные ресурсы. Власть или деньги. Если ты этого всего не имеешь, то, скорее всего, тебя заклюют. Да. Но, может, и не заклюют, если ты имеешь силу духа, мужества, стальные нервы, этому всему сопротивляться, противостоять и не размыться, да, не раствориться в этой вот общественной кислоте, в этом не сохранить себя и свою непохожесть на остальных, несмотря на ужасное вот это вот идиотское сопротивление среды. Ну, кто это делает? Ну, это делают кретины, конечно, потому что чем развитее человек, тем он более, более расположен и более открыт для всего того, что не является частью его самого. Вот мне безумно нравятся другие культуры. Я, пожалуй, там в Северной Африке, на Ближнем Востоке побывал, в Европе, конечно же, я всем интересовался языком, культурой, историей, литературой, музыкой там и так далее, укладом жизни и так далее и тому подобное. Вот, и чем менее человек развит, тем более он хочет, чтобы все было как привычно, все было стабильно, все было так, как есть, чтобы ничего не менялось, чтобы все были как я. Я думаю, да, вот я вот развиваюсь, развиваюсь, становлюсь такой вот индивидуальностью, вот раздражаю там каких-то пней и старых дурачков, и молодых тоже. И я думаю, боже мой, но мне-то интересно именно другое мнение, отличное от меня. И я думаю, ну не дай бог появится второй человек, такой как я. Это же будет катастрофа. Нет, интересно именно индивидуальность, интересно именно другая точка зрения, отличная от моей. Интересно то, что не родилось у меня в уме, в моем сознании. Интересен чужой опыт, интересно инаковость. И я с удовольствием читаю, слушаю вот разных людей с отличной от моей точкой зрения. И это только обогащает мою жизнь. И помогает мне вот вести этот диалог с ними, да, спорить, узнавать себя, их, мир, развиваться. И это делает мою жизнь интересной. Вот эта разница потенциалов во мнениях, да, она и дает эту энергию жизни. Когда все как один, когда все одинаковы, когда я вижу своего двойника, мне становится грустно, мне становится не по себе. И это приводит меня в тихое отчаяние. Но когда я вижу человека, который мыслит по-другому, лучше меня, это вызывает у меня дикий восторг. Я, поэтому, я вспоминаю гениев, у которых я учился, и мне есть к чему стремиться. И эти люди находились на таком уровне развития, до которого, ну, многим просто не дорасти даже. В этом их трагедия. Я к этому стремлюсь. Я, у меня есть маяки, ориентиры, и мне интересно это все. Конечно, тогда и, только тогда и интересно жить. Вот, а если некуда расти, если нет мышления, такого оригинального взглядов, то что же тогда? Тогда жизнь, она, увы, теряет свои краски и превращается в рутину, в каждодневную, в болото, в застой. Не дай бог, не дай бог. Я ищу разнообразие идеологического, без которого жить скучно, конечно же. И без которого вообще вся жизнь, она и смысла-то не имеет. Она превращается просто в жизнь животных, в animal farm. Спорьте со мной, но в корректной форме. Высказывайте свои мнения, и тогда все будет гораздо веселее и интереснее. Спасибо. 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 Спасибо.